Что-то холодно дома. Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Я вышла к вам на минуточку сказать, что сейчас я бегаю на показ, начали на репетицию с Лёвой, с Ливаном. Вот, что еще. В 13-30 начало репетиции. Потом у нас, в общем, с пол первого до пол второго репетиции, а потом у нас перерыв на обед. И в 16-30 меня начинают собирать. Такие вот дела. Меня будут там делать греческую какую-то прическу. Я не знаю, что такое греческое. Мам, а рыбня? Ну, есть в противнике. Очень волнуюсь. Так что сегодня весь день с вами. Целый день будет эфир с вами. А в 20-30 прямой эфир с показа. Катя мне вчера мозг не вправляла. Фильтры брать, пожалуйста. Вот, все. Убрала. Очень волнуюсь. Голос противный. Ну, что сделаешь? Мам, давай рыбу поделась. Ну, кушать хочется. Я же не могу голодная не покажать. Фильт, а ты типа слышишь жадную? А? Жадную не буду рыбу. Катенька на педикюре. Мне так понравились мои ногти, что она поехала в этот же салон. Деду говорился, и она поехала. Не волнуйся, все будет окей. Мама, что? Я правда волнуюсь, мам. Маша, ну все, ладно, хоть я даже не хочу это слышать. Какое волнение, ты что? Выходишь, слова забудешь или что? Нет, слова не забуду. Ну и все. Это трудно, а вот с актером на сцену выходить, тем трудно. Так мне она нагрелась, говорит совершенно. У меня будет один наряд. Или два. Я забыру. Всем доброе утро. Как Катя с мужем познакомилась? Она в Дубае познакомилась с ним. Муж у нее прекрасный. А первый раз он ее увидел в соцсетях. В инстаграме. Представляете? Такое вот бывает. Такое вот бывает. Рыбку ем. Вареную. Сегодня буду с вами целый день в эфире. Так что все шикарно. Буду показывать закулисную жизнь моделей. На неделе моды в качестве моделя первый раз. Так что волнительно. Катиному мужу 28 лет. Так, сыр. Такой. Из ведущих. Ну, мне Бузова нравится очень. Она добрая. Очень. А она еще долго задолбит. А? Раньше была добрая тоже, да? Другая еще. У нее сейчас уже такая. Ну? Слушайте, а мам, ты знаешь, что у Барзикова заблокировали инстаграм? Нет. Ну, вот. За что? Мне кажется, он слишком много себе позволял в последнее время. Знаешь ли, сделать челлендж Ирка-дырка, это пиздец. Он сделал? Да. Ничего себе. Представляешь? Ну, вообще уже обалденный. Какой подлый. Это потому, что он с ней спал и замуж звал. А сам, между прочим, тоже спал-то перебирал. Да нет, просто я считаю, что мужчина никогда не имеет права, если он спал с женщин, тем более, про нее что-то говорить, это его не красит. Да. Поэтому я просто была в шоке от него. Как-то мужики навыкладывали, навыкладывали. А что, не он один выражал? Угу. Не он один. Из дома два? Угу. Ну, не буду говорить, что. Да, не говори. Он еще про Майю тогда говорил. Я вот уже тогда поссорилась с ним. Вот про своих же женщин говорил. С которыми спал и говорил. Он был с Майей, да? Да, с Майей был. Дима выложил, еще вспомнила. Толыбов. Короче, мне считают, что не вправе мужики... Как делать? ...обсуждать, кто с кем спит с женщинами. Потому что мужики ходят... Должны работать. ...меняют баб, как перчатки. По пять в день. Ребята, знаете, лучше иногда спать, чем в депрессии быть. Мам, я сейчас так быстро ем, из-за того, что раплюсь на этот показ. Ну, все подряд вообще. Катя на педикире. На сегодня она будет целый день со мной. Мама, тебе привет. Ну, я всем то, что я просто не могу. Я без челки. Без челки? Всем привет! Может быть, тизер и бомба, но мы все перерубались из-за него. Мама, вон, со мной. Лёва, Лёва мне ночью позвонил. Сказал, удаляйте. Мама, ты будешь? Буду торт. Тебе не будешь или вот это? Нет. Вот отсюда снять тебе вот это. Нет, я сама съем. Ну, я сейчас беру же. Мам, Лёва, позвоню? Машенька, можно? Вчера. Мне спокойно. Ты говорит мне, удаляйте, я тебе сказала. Я восточный мужчина, мне говорит, что-то я на это подписался. Вы слышите, вот так вот мне сказал. Я офигела. Да мы же уже, мы же уже помирились после того раза. У меня там вчера, когда выложили, мы сообщение пошли. Куда ты пришел? Что-то тебе такое спросили. Мы со всех стран начали писать. Прикинь, я тебе клянусь, сейчас это не шутка. Вот тебе кресть просто даю. Ну, это жесть была. Мне позвонил в 2 часа ночи, сказал, удаляйте, я сказал. А если еще увидеть, после какого вопроса он встал и ушел, это вообще пиздец. Маш, думаешь, слова не говори? Не буду ругаться. Тортик мой идет в студию, остатки. Сейчас я ем лист конопли. Вот. Вырезан в форме конопли. А вообще-то торт. Мам, а ты знаешь, Лена-то хромит, а ни соль, ни сахар не ест. Да, только овсянку. Кто мне мешает? Мэри? Ничего она не мешает. А как она мне может мешать? Мне вообще никто в жизни не может помешать ни в чем. Ну, главный враг, это мы, сами себе. Вы же это знаете. Да я тоже сказала ему, знаешь, говорю. У меня столько уже, ну, было здесь людей из дома 2. И не только из дома 2. Я говорю, всем задавала такие вопросы. Ну, это мама. Я говорю, не один, не встал и не ушел. Не один человек из студии не встал и не ушел. А сейчас он мне говорит, удаляй, я сказала. Точнее, я сказал. Удаляй. Иначе будет хуже. А куда хуже-то уж. Я не буду удалять. Вот принципиально не удалю. Сидели до 5 утра, блин, с него бы и сняли. Я тебе сказал. Машинка, я иду, мам, собираться, я сейчас выезжаю. Обычно я у всех беру интервью, и что? И что, что он у всех берет интервью. А тут я у него взяла. Короче, не знаю. Что сейчас будет, Борис с ним даже видится. Ну, может, замоча остыл. Я вам клянусь, до 5 утра вы сняли права. Имели я право выкладывать этот гребаный тизер. Я тебе сказал, ты не имеешь права. Я ушел со съемки, у нас было условие, что ты выдержишь этот вопрос. Так, дорогие друзья, Маша, диета считать калорийный... Я честно, вот, я сейчас буду есть все конфеты подряд, и мне пофиг. Как начну считать калорий? Все, считай болезнь. Все. Я сейчас, как увижу Ливана, специально сразу выйду в эфир. Чтобы он на меня не мог сильно кричать. Не, я вам не могу показать скрины. Но, это жизнь. Ему начали писать все всего мира. Да как ты мог прийти к ней? Да она же с дома 2. Ты. А еще критик. Для тебя это позор. Такой себе вопрос задали. Почему ты... Разрешил выпустить эту передачу? А я рада. Он сказал, что ты сказал. Но... То, что он мне ночью устроил, это просто пиздородок. Ну, какой вопрос. Вы знаете, что мама все в лоб задает? Вот она и спросила тот вопрос, который всех так вас волнует. И все. И ответ был вот такой. Ребята, я перейла, мне плохо. Конфета, коробку села. Он мне сказал, если я сегодня приду утром, и ты не удалишь тизер из ютуб-канала, из инстаграма, мы не выйдем на показ. Вот я сейчас еду к нему и приеду с вами буду в эфире. Чтобы все выслушать. Если проге, это еще норм. Мама задала вопрос гораздо жестче. Мама, почему я столько сладкого? А я знаю, что я переела и не могу остановиться. Это какой-то кошмар просто. Вопрос был очень жесткий. Мама, не разрешать мы строим тем, что. Не надо было ничего, маму, не разрешать. Ты ко мне специально, наверное. Так. Все. Хаца ночевала в отеле. А у нас села пятизвездочный отель. Мамуль, ты вы хочешь из ваты? Нет. В смысле нет? Я полно сушу. А мне где краситься? Нет. 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 Мне покраситься, а мне все, не могу так идти. А что нет? Это все? Мне сейчас надо покраситься. Хорошо. А у тебя смыло? Смыло это. Такие черные? Ага. Темное, да лицо? Я еще раз говорю, я сейчас к нему поеду. Если он не скажет, что мне нужно кричать, то, ой, удалять, то я не пойду на показ и удалять сезон не буду. И выпущу передачу такую, какая она есть. Все. Это я вам отвечаю за свои слова. Так, вот на показ у нас билеты. Дорастают счетчики, да? Ну, слава богу. Вам может выйти, пожалуйста, быстро? Ну, мне минуты дай, пожалуйста. Ну, я не могу так идти позориться на неделю моды. Слушайте, конечно, я правильно поступлю. Я всегда поступаю верно. Так, все. А мне негде краситься. Что, сильно черное, да? Баба говорит, лицо сильно черное. Надо одну ясницу вырвать. Скажите, что с ней делать? Лицо на дно стоит. А, все, убрала. Сильно темное, да? Ну, что сделаешь? У меня нет старого макияжа. Я весь макияж смыл, дорогие друзья. Ночью. А, так у меня не было макияжа. Я вчера на загаре же была. А я не пила вчера ночью. У нас же нечего было. Выпила только воды. Ой, сейчас отойдет. Лицо сейчас отойдет, я буду красавицей. Отвечаю. Тональник посветлее. Да, сейчас сделаю. Короче, сейчас я, может, еще на показ не выйду. Че же вы это? Я же сказала, если Иван сейчас сказал мне, что если я при нем не удалю тизер, и с ютуб-канала выпуск с ним, то он на показ не выйдет. Поэтому сейчас я, может, еще и собираюсь-то просто так, собственно говоря. Потому что я не удалю ни тизер, ни чего-либо еще. Ведь если ты меня сейчас, Лева, слышишь, можешь свое время не тратить. Больше всего я люблю Таиланд. Несмотря на то, что я была абсолютно везде практически. Я была и на Мальдивах, райском острове. И в Индии я была, и на Бали я была, и в Турции я была, и в Вьетнаме я была. И где я была. Везде я была. Смотри, что у меня с глазом. Какой красный. Это вот меня Лева вчера извел ночью. Да, я так и сказала. Катя, говорю, приезжай ко мне, я тебя жду. Как он раньше думал, что ты... А, так мы же договорились. Я же вам рассказала, что я не выложу. Что я вырежу всю часть с мамой, где она задает этот вопрос. Который он, ну... Ну, маму очень жестко сдала. Вот. И все. А смысл тогда делать интервью, если все всем довольны? На хер. Левочка, как у тебя дела? Чем ты питаешься? Ну, и что дальше? Это никому не интересно. Мама моя права. Мама моя звезда. Она задала вопрос. Машенька, это включать вот так, да? Да, радость моя, да. Не включился? Включился. Сделать 200 градусов себе. Мне надо... Маш, вообще мне надо минуту что сделать. Тебе здесь именно... Такая. Судную щетку возьму. Машенька, я возьму щетку себе. Мам, я такая красавица стала. Я прямо в себя поверила. Надо всегда в себя видеть, а не вдруг. Ну, правда, лучше... Мам, спасибо, что ты мне скандал не устроила. Спасибо, что ты мне скандал не устроила. За что? Мам, смотри, как он на глаз лопнул. Просто посмотри. Он весь в крови. Смотри. Он вчера лопнул. Ужас. Вчера поменьше, а сегодня немного. Зачем ты рот на бок делаешь? Ты у меня мамочка-звездочка. Мам, спрашиваю, ты волосы нарастила, да? Нет. Мама ничего не нарастила, отказалась. В последний момент отказалась. Да вы сказали, что Кристина так бедная работает, и тогда вот плохо стало. Ну и жалко. Какая Кристина? Ой. Какая Кристина вам работает? Карина. А ты сказала Кристина. Поговори. Я это имя ненавижу. Невестка. Нет, я не за невестки ненавижу, не подумала. В свое время мой ушел к Кристине. С Катей будешь передачу снимать? Она сказала, что боится. Клянусь. Я вчера я долго очень просила, но она сказала, что я знаю, какие ты вопросы задаешь. Я не приду. Я не за невестки ненавижу. Мам, Мам, Ливан пишет. Ты удалилась, Сизир? Я тебе сейчас клянусь, я тебе сейчас клянусь. Ну, Маша, ну, я не знаю, что делать. Представляешь? Да. Ну, что же делать? Ну, Машенька, надо было, так сказать. Ну, что, удалять? А? Ну, как теперь удалять-то? Я не понимаю. Ну, а Маша, ну... Я не хочу с ним портить отношения. Маша, подойди. Я не хочу с ним портить отношения. Правда. А сейчас показы не будет. Откажется? Конечно. А я ему сказала, ты возьми, а к степи. Выстави у себя этот тизер. Якобы тебя это не тронуло. А он идиотничает. Маш, ты можешь без слов вот так вот разговаривать, и чтобы у тебя хватало слов и мыслей на то, чтобы... Одна кудря откуда-то берется. Вот и все. Кудря. Говорят, нечестно удалять. Вот и все. Ну, я тут считаю. И не буду. Все. До этого решили. Я тоже буду. У меня, знаешь ли, все люди, уважаемые, Никита Борисович, Жигурда даже, все твои вопросы выдержал. Ну, как он на них реагировал, кстати-то? Я же не видела, я же ушла. Ты знаешь, он очень хорошо. Ничего тебе не сказал, да? Без слова. Очень ему передовольны. А ты ему тоже задавала каверзный, да? Очень. Очень? Очень. А, ну вот. Ничего, тоже. Маш, ты сейчас уже опять плохо начала говорить. В смысле плохо? Они по-разному реагируют. Я плохо себе челку не могу сделать. Самое главное, я не могу сделать челку. Мама, вот я поняла, что ты, что еще люди, у которых челка, это просто, это такое мучение. Как хорошо, что у меня челки нет. Да, Маша. Ты постоянно, то у тебя она промокнет, то не уложится, то грязная. Ой, ужас. Я ему сказала, Леванна. Маша, Маша, мне сейчас надо уходить, да? Поэтому ты впереди выходишь отсюда. Сейчас я докрашиваю. Нет, не докрасишься. Так, капсулы, капсулы стаи, дай одну раздави мне, пожалуйста. Я не могу. Машенька, выходи, давай, все, мне некогда уже. Хорошо, капсулы стаи, раздави. Я не знаю, где эти капсулы. Ну, прошу одну. Я не смогу так послушать. Вот я достану снизу. Да, все, вышло. Как ты, мне некогда, я тоже, ведь, должна с собачкой. Да, я буду держать удары, я сказала. На моем канале будет вся правда. Если даже орган не разрешит выпустить выпуск на ютуб в воскресенье, я все равно тизер оставлю. И вообще, я не буду прогибаться больше под мужчин. Я уже прогибалась столько раз, и ни к чему хорошему это не привело. Они ломают баб и потом выбрасывают на мусорку всех. вне зависимости от того, есть дети, нет детей. Поэтому я не буду ломаться больше, ни под кем. Ни под одним мужиком. Ну, ломаться не ломается. Причем тут слово ломаться? Все, я готова. Все, красавица. Я прям чувствую. Честно верю, клянусь. Может, я просто сказочница, но я правда верю. Клянусь вам всем. Маша, не надо ничего не укресаться. Штуки какой-то глупости. Ну, как я выгляжу? Нормально. Раздавила тебе? Мам, я так быстро макияж сделала. Маша, ну давай волосы я тебе... А капсулы, да? Давай. Вот у меня капелька просто на руках, а остальное иди сама делай. Ой, я все умыли. Наверх прям. Маша, а сверху-то какие прям сухие. Да ужас. Ты что, не делала этим, да? Делала. Маша, я тебе это сделала этим. Но то в самый верх не надо, то кончики вот. Иди, я тебе там... Там здесь капсула, да? Я уже раздавила. Иди. Спереди, давай. Ты чего, как у него сушил? Делала, я вам сказала, либо он будет таким, как я, либо все. Вариантов нет. Вот, смотрите. Такие вот капсулы. Блин, а как их выдавить-то? А вот, все, блин. Бляха-муха, на лицо вылилась вся капсула с маслом. Ёб твою мать! Блять! Блин, да что за хуйня? Блин, да что за хуйня? Да ёбаный, врут. Пятнадцать. Заткнись! Тебя ещё не хватало здесь, идиот старый. Так, дорогие друзья. Кусок долбоёбы в эфире, что называется. Да не могу, не могу я, да? Ну, толк-то что? Не могу, не могу. Так, всё, дорогие друзья. Я вас всех люблю, целую. Буду собираться. Сейчас выйду с Ливаном в эфир, как приеду. Пол первого. И вы всё увидите сами. При вас будет. Я вас люблю. Сегодня показ, прямой эфир будет в двадцать тридцать. А до этого я буду с вами в эфире весь день. Люблю. ПОДПИСЫВАЮЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩАЩА